Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная звука для начинающих. Сегодня 31 марта и наш огород выглядит вот так. У нас еще снегопады и метели, но апрель, который завтра начнется, это именно тот месяц, когда мы уже будем выходить из наших теплиц, отходить от посева домашнего и перейдем к посеву в теплицах, в необогреваемых, на улице. Сейчас я хочу рассказать, что я буду сеять в апреле, так же, как все другие, что вообще и когда сеют в апреле. Конечно, основные посадки, которые у нас для раннего урожая, все позднеспелые сорта томатов, перцев, баклажанов, все давно уже посеяли. Но все-таки некоторые томаты мы еще не сеяли. Как я уже говорила, это ранние скороспелые сорта. Но кроме ранних и скороспелых, вот в первой декаде апреля вполне еще можно посеять томаты позднеспелые, но только нужно поторопиться, вот тем, кто опоздал, можно еще посеять. Нужно это сделать прямо в первых числах апреля, с 1 по 10, не позже. Ну а все ультраскороспелые, все скороспелки, ранние, с коротким вегетационным периодом, пожалуйста, можно сеять с 1 по 25 апреля, то есть весь месяц. Вот мы сегодня, я вынесла свои перцы на прогулку. Видите, докуда у нас еще сугробы? У нас все снаружи завалено снегом. И нынче странная такая весна. Солнечных дней было очень мало у нас. Мы вот ждем, когда будет солнце, чтобы выходить в теплицу. И сейчас, если в прошлом году я уже в конце марта сеяла в теплицу, в необогреваемую, прям в грунт, капусту, различные там зелень, то в этом году я туда пробраться очень сложно, мне сейчас все завалило снегом, я туда еще не могу. И нынче у нас сроки посева сместились. Поэтому и все, о чем я сейчас буду говорить, это тоже все неоднозначно. У всех ранние сроки, это зависит от регионов, и это зависит от наших погодных условий. Вот если я говорю, например, что сейчас нужно уже сеять капусту или там в открытый грунт что-то, это необязательно применимо ко всем, только к тем, у кого есть для этого возможность. Капусту ранние сорта мы продолжаем сеять. Кто хочет получить ранний урожай, сеять капусту нужно именно сейчас. Я уже снимала видео, что если ее сеять поздно, тогда теряется смысл вообще выращивания ранних скороспелых сортов. Капусту сеем раннюю, капусту сеем позднеспелую, с длительными вегетационными сроками. У которых 160-150 дней. Объясняла тоже почему. Им нужно 5-6 месяцев для того, чтобы кочан сформировался и созрел. Сейчас же нужно сеять брокколи и пекинскую капусту обязательно, потому что если вы затянете со сроком посева, то ее созревание придется на жаркий период, она у вас обязательно зацветет. Все интересуются, как, чтобы капуста не зацвела брокколи, пекинская. Очень просто посеять в ранние сроки. Она не только холодостойкая, но и холодолюбивая. Она в жару у вас обязательно уйдет в цвет. Если вы посеете сейчас, то вы, может быть, получите хороший урожай пекинской и брокколи. Тем, кто не капусту, а картошку высаживает, садит рано для получения раннего урожая, то уже во второй декаде апреля, ну или хотя бы после 15-го, во второй половине апреля, нужно доставать картофель с холодных подвалов. Нужно греть его, прогревать, так называемую проводить яровизацию, чтобы просыпались вот эти глазки, чтобы она согрелась. Некоторые опрыскивают всякими стимуляторами для ускорения, пробуждения вот этих всех ростовых процессов. Это тоже мы будем делать в апреле. Ну и, конечно, во второй половине апреля, те, кто огурцы выращивает в теплицу, через рассаду в теплице, нужно сеять огурцы на рассаду. Напомню, что для этого подойдут только самоопыляемые, только партнерокорпические сорта, потому что теплицы будут еще у нас закрыты, без привлечения пчел. И во второй половине апреля, для тех, кто выращивает патиссоны, кабачки, тыквы, через рассаду, тоже кто хочет получить более ранний урожай, тоже нужно их сеять все в апреле, во второй половине апреля на рассаду. Дальше что у нас? В самом конце апреля, ой, сейчас перешагнем, в самом конце апреля также на рассаду можно сеять уже арбузы, дыни. И в конце апреля, сейчас даже не верится, глядя вот на наши такие сугробы, но в конце апреля уже в открытый грунт многие смогут посеять зелень, укроп, петрушку, ту, которая не боится мороза. Я в прошлом году тоже сеяла рано, она взошла, она взойдет тогда, когда ей нужно будет пригреять солнышко, земля согреется, и она взойдет. В конце апреля можно также посеять морковь для получения раннего урожая. Она тоже мороза не боится, семена долго сильно набухают, долго сильно они проклевываются, посеете в холодную землю, земля согреется, они набухнут, и вырастет у вас ранняя морковка. В конце апреля мы уже будем начинать обрабатывать теплицы, те, в которые впоследствии будем высаживать наши перцы и томаты. Вот по моему рассказу вы поняли, что работы в апреле очень много, несмотря на то, что вроде, казалось бы, почти все уже мы сделали, все вырастили, у некоторых уже вот пишут, и перцы чуть ли не зацветают, но апрель это тоже очень интенсивный, такой трудоемкий у нас месяц, работы будет много, и вот все, что я сейчас сказала, все это будем мы делать, но каждый в свои сроки. Вот у нас в Сибирь, я, например, не уверена, что у меня получится в этом году посеять в открытый грунт зелень рано, но капусту для раннего урожая я посею все-таки и оставлю в неотапливаемой теплице, потому что, несмотря на все капризы природы, хочется получить ранний урожай капусты, свежий, и вы сами смотрите, что хотите получить пораньше, значит сейте в начале месяца, что не к спеху, сейте в конце апреля, но томаты весь апрель можно сеять, ранние, скороспелые, ультраскороспелые, все у вас прекрасно взойдет, вырастет, они успеют сформировать свои кустики, поспеть еще, может быть, раньше других сортов, без скороспелок тоже огород не оставляйте. До свидания, с вами была Ольга Чернова, и это краткий такой обзор, я вот пока ходила, проверяла по теплице, рассказала вам, что я буду сеять в апреле. Продолжение следует...